А сегодня вечером в концертном зале Эстонии, в рамках фестиваля Мостонинфеста, о котором мы рассказывали вам вчера, пройдет концерт знаменитого камерного оркестра Виртуозы Москвы. И мы в нашей студии сегодня приветствуем директора и солиста оркестра, народного артиста России, Григория Ковалевского. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вчера концерт был дан в Ихве, сегодня концерт дается в Таллине. Расскажите, как прошел вчерашний концерт, каким настроением приступаете к сегодняшнему? Ну, во-первых, мы постараемся с самым хорошим настроением к каждому концерту подходить. Но вчера был потрясающий концерт. Потрясающий концерт. Во-первых, очень хороший зал, с прекрасной акустикой. Публика великолепная. Просто великолепная публика. Я видел потом их до концерта, как люди приходили, после концерта они принимали стоя у нас концерт. Вот, и должен сказать, что мы очень рады, что мы приехали по приглашению нашего друга Андриса Мустона, с которым мы давно дружим и сотрудничаем. Он необыкновенный человек, творческий, и уверен, что сегодня будет прекрасный концерт. Тем более, что он будет проходить в зале Эстонии, который мы очень любим. Это вообще зал с большими традициями. Есть, конечно, новые залы, но зал Эстонии, знаете, это отдельно. Примерно, как, я думаю, для нас, например, для тех, кто живет в России, там есть большой зал консерватории, а у вас есть зал Эстонии. Прекрасная акустика, и мы ждем с нетерпением этого концерта. С 1982 года я нашел, что оркестр получил официальное название Государственный камерный оркестр Министерства культуры СССР Виртуозы Москвы. Виртуозы Москвы, почему такое название? Это только лучшие музыканты, да, входят? Ну, в общем, да, так оно и было. Вот так и было с самого начала, и надеемся, что мы как бы поддержим это, это судить публике. Но это было, до нас был оркестр Виртуозы Рима. И когда из Пиваков, когда создал оркестр, это мой близкий, мой очень друг, мы с ним уже 53 года, мы учились вместе на одном курсе, 53 года дружим, и, в общем-то, два человека, которые остались в оркестре Виртуозы Москвы со дня основания. Он как руководитель, я как солист и директор. Я очень счастлив, потому что это произошло в моей жизни, потому что 36 лет счастья. И вот так вот ему пришло в голову сделать название. Оно оправдано, да? Надеюсь, надеюсь. Это опять же лежать не мне. Но мы стараемся, правда, очень стараемся. Приходят молодежи, занимаемся. Мы сейчас записали диск пиццола «Маэстро танго», где 8 наших солистов, 8 солистов оркестра, каждый выходит и играет соло. Такого нет аналогов. Ну, опять же, надеюсь, что сегодня публика по достоинству оценит моих коллег молодых. Вы выступаете в рамках фестиваля «Мустанин фест». Уже сказали, что Андрес Мустанин является и вашим другом, и у вас долгое сотрудничество. Расскажите, что для вас значит участие в этом фестивале, и, может быть, об истории дружбы с Мустанином. Вы знаете, что дружба наша просто как музыканты, как спортсмены. Коллегиальная. Коллегиальная. Уже давно она продолжается, не знаю, лет творческая. Так же мы знали друг друга. Но творческая лет 25, наверное. А участие в этом фестивале, мы впервые участвуем в этом фестивале. И мы очень рады, потому что представительный фестиваль. Вчера был концерт легендарного человека, легендарного кларнетиста Геора Файдмана, которому исполняется 25 марта 80 лет. На кларнете человек, на духовом инструменте. Он играет. Это феномен просто. Это человек. Легенда. Выступал Борис Березовский. Выступаем мы. Это уже такое редкие фестивали, кто собирает это. Но опять же, я вам говорю, что, знаете, когда человек приезжает, он, мое такое мнение, он не помнит, сколько ему заплатили в прошлый раз, а вспоминает, как его приняли. Это самое важное. А нас принимает. И в этот раз вообще всегда в Эстонии очень хорошо. Я вообще люблю Эстонию. Я должен вам сказать, что у меня уже 9 лет так получилось. 9 лет у меня шенгенский визит от Эстонии. Я думаю, что еще год я смогу стать просто гражданином Эстонии. Вполне возможно. А есть желание. Мы будем приветствовать. Я очень люблю, правда. Мне очень хорошо. Мы сейчас были на гастролях. Мы сейчас проехали, у нас был и Рязань, Пенза, Саратов, потом концерт в Москве буквально за неделю. Я приехал сюда, вот третий день сегодня. Все другое. Релаксация, все хорошо, все нормально. Спокойные люди, превосходные, великолепные. Очень рада, что встречаются. Я вчера был в магазине, я пошел, у меня, открою такое, ну, нет, не секрет, у меня 9 месяцев и 12 дней там назад родились двойняшки, меня. Вот, и я пошел сейчас в детский магазин. Прекрасходная женщина, которая у меня такое столько внимания, она мне подобрала, не знаю, каким-то каждому ребенку, такое. Это о многом говорит, знаете. Ну, вот вас с душой принимают в Эстонии, но я также знаю, что Андрес Муставин приезжает в Россию. И там тоже зал принимает овации. Расскажите об этих концертах. Каждый год у нас концерт. Один у нас концерт год в Доме музыки, он участвует, а второй в зале Чайковского. И его обожают в Москве, и он приезжал со своим ансамблем. Но с нашим выступаем каждый год полностью солдат. Все билеты проданы. Любят за его, знаете, за его внешний вид, за его энергетику, за его творчество. На все, дирижер, скрипаль. Все великолепно. Все, знаете, вот, потрясающе. Виртуозы Москвы называют их символом музыкальной русской культуры. Вот если говорить о музыкальной русской культуре, какая она сейчас в России? Ну, вы знаете, что она как бы культура, есть культура. Это, знаете, независимо от времени, она у нас появляется. Я не говорю о нашем поколении, о поколении Остерка, Ростроповича и Рихтера. Много молодых появилось музыкантов, выдающихся. Виртуозов. Да, но свиртуозов своего дела. Такой, как Женя Кисин, Репин, Венгеров, тоже старше немножко. Но сейчас последний конкур Чайковского тоже дал многих музыкантов, таких как Маслеев, как Харитонов. Знаете, это выдающийся музыкант Харитонов. Вообще 16 лет, он третью премию такого общего не было с времен Гриши Соколова, который когда-то впервые, там, на втором конкурсе Чайковского был 16 лет, он получил первую премию. Вот, так что все продолжается, все нормально. Много скрипачей, много милучилистов. И у Спивакова огромный, называется, благотворительный фонд его, который насчитывает 20 тысяч детей, которых пестуют, за которыми следят. И каждый год у нас есть фестиваль «Москва встречает друзей», куда приезжает примерно 3000 человек со всех точек России и постсоветского пространства, и стран мира, из Мексики, из Японии, и все. Это такое действие каждый год. Давайте перенесемся в вечер сегодняшний и попробуем коротко рассказать, что услышат любители классической музыки в концертном зале. Сегодня будет и концерт Таллимана, сегодня будет симфония Баккерини, сегодня будет Кончелли, называется такая тихая музыка. Мы, кстати, вчера исполнили, это прошло с большим успехом, мы позвонили Гею Кончелли, потому что я считаю, что это один из выдающихся музыкантов и композиторов нашей современности. Он был очень тронут тем, что, во-первых, мы очень дружим с ним, что мы позвонили, чтобы мы рассказали, что он с большой успехом, что сегодня будем опять исполнять. Он говорит, я буду слушать, запишите мне, очень хочу прослушать эту запись. Вот так что сегодня будет такая программа, очень-очень интересная, разнообразная, и Андрис будет и как солист, и как дирижер. Еще сейчас ожидается в феврале, в марте, 17 марта, здесь будет выступать Спиваков, с Часом Баха. Очень интереснейшая программа, потому что он приезжает с нами, когда мы приезжаем на гастролику, но сейчас он приезжает как солист. И он будет это, я думаю, что зрители по достоинству это оценят, с ним приезжает пять музыкантов, то есть солистка, певица и четыре музыканта, и будут лучшие шедевры камерной музыки Баха. И он будет как солист. Так что, надеюсь, я тоже приеду в это время, потому что я очень интересно, я люблю слушать. Будем вас ждать. Да-да-да, так что будет и здесь, и в Риге будет концерт, я уверен, что будет этот праздник тоже такой же. Спасибо огромное, мы благодарим директора камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и солиста этого оркестра, народного артиста России Григория Ковалевского. Спасибо огромное, что рано пришли к нам в студию, рассказали о концерте. С счастьем, добра и мира. Спасибо огромное. Хочу подарить еще последнюю вышло, такая книга, у меня был юбилей. Мы еще остаемся и с подарками, так что наша благодарность теперь не знает пределов. Ну а наши коллеги подготовили подарки для вас. Ну как подарки? Они подготовили для вас телепроекты, с которыми вы сейчас познакомитесь. Что вас ждет на телеканале ТВ+. Продолжение следует...